Ранее, на этой неделе, Нью-Йоркская полиция арестовала владельца паба на Стейтен-Айленде. Как бы удивительно это не было, но, видимо, особой зоной распространения коронавируса являются те части Стейтен-Айленда, где большинство проголосовало за республиканцев. Вся эта история была настолько очевидно политизирована, что подтянулись протестующие. Вот когда вы выйдете из Макс Паблик Хаус, можете спокойно прогуляться по округе без каких-либо возражений со стороны местного департамента здравоохранения. Сегодня владельцы Макс Паблик Хаус встретились с местными властями. И, видимо, прошел этот разговор не слишком хорошо. Вот что они нам рассказали. Привет, Такер. Спасибо, что прислал к нам в ПАП своих операторов. Теперь мы можем сделать официальное заявление и рассказать всем, как складывается ситуация. Последние несколько дней бар закрыт. Его закрыли сразу после моего задержания. Мы решили пойти по дипломатическому пути и просили мэра, губернатора и шерифа о диалоге. Просили об открытии малого бизнеса или хотя бы о помощи в каком-то виде. К сожалению, они не откликнулись. Теперь время разговоров кончилось, и прямо сейчас мы объявляем, что Макс Паблик Хаус теперь официально открыт и больше не будет закрываться. Такер, спасибо, что даешь нам высказаться. Как их юрист, я советовал Киту и Дэнни держаться своего решения, несмотря на возможные юридические последствия. А сейчас, как гордый житель штата и американец, стою рядом с ними и поддерживаю во всем. Вы должны знать, что абсолютно каждый владелец малого бизнеса, который приходил к нам, чтобы выговориться и рассказать, что с ним происходит из-за коронавирусных законов, столкнулся с преследованием местных властей. Некоторые даже были арестованы, и это далеко не единичные случаи. Мы и дальше продолжим мониторить ситуацию в Макс Паблик Хаус. Так не может продолжаться. Это все очевидно политизировано и настолько не имеет ничего общего с наукой, что люди начинают догадываться. Будем держать вас в курсе. Макс Паблик Хазачок Раз, два, три